давайте представим что один цент это 100 миллионов долларов что же можно сделать на такие деньги мой мозг трудно воспринимает такие большие числа поэтому я залез в интернет чтобы рассчитать гипотетически 100 миллионов долларов и вот что вышло конечно в первую очередь я покрою свои долги мои кредитки мой студенческий долг мой автокредит ипотеку среднестатистический долг американца в среднем равен 44 тысячам вот столько от монетки теперь я полностью свободен от долгов то же самое я сделал бы для своей супруги для своих родителей для своих предков для своих дядей и тетей для своих троюродных братьев-сестер для их супругов для 6 племянников для пяти правнуков и то же самое я сделал бы для всей семьи жены еще прибавим пятерых ее друзей пятерых моих еще 10 случайных прохожих чтобы просто их порадовать я бы выплатил все их долги чтобы полностью сделать их свободными и вот какую часть монеты я истратил все это мы вместе отпраздновали бы в люксовом путешествии в дисне и для 10 человек в неделю вот сколько мы потратим после чего моя жена и я собирались увидеть мир и мы отправляемся в кругосветное путешествие путешествуем только первым классом питаемся в лучших местах снимаем самые роскошные отели мы повидаем все о чем только не мечтали живя на очень скудном бюджете 8000 долларов в день и растягивая это на целый год и вот моя монета вернувшись домой я решаю получить лучшее образование попутно я полностью оплачиваю программу обучения 10 другим родным всем братьям сестрам их детям и вот сколько я потрачу и на самом деле работать я не люблю поэтому я решаю инвестировать часть средств чтобы жить на проценты 15 лимонов зеленых под 8 процентов дает четкий чек в сотку тысяч зеленых в месяц мне больше не придется вкалывать ни единого дня в жизни и вот мои траты я собираюсь отдать 10 процентов моего богатства голодающим детям в африке через организацию world vision которая за 35 долларов в месяц за ребенка будет давать еду воду школу и медицину каждому из 28 тысяч детей в течение года если забить всех детей по этим машинам будет заполнено как минимум три подобных картинок и вот что я потратил после я решил что пора обжиться и купить себе нормальный небольшой домик я как раз искал такой или такой к слову его территория настолько массивно что ей даже назначили свой личный почтовый индекс или этот с личным бассейном у пляжа и вот мои расходы конечно не обойтись и без игрушек я куплю себе эту машину и еще ferrari maclaren f1 lamborghini самую дорогую машину в мире и вот мои траты и мне ну никак не обойтись без этого роскошного домика на багамах поэтому я беру этот бит вот моя монета а чтобы добираться туда мне нужен личный самолет а для прогулок по острову мне понадобится свой вертолет просто для удовольствия и вот мои деньги и тут я еле потратил три части из четырех частей от моей 100 миллионной монеты и честно я не знаю что еще мне нужно я могу зайти фейсбук и оплатить долги всем из 500 моих друзей или инвестировать чтобы получать еще 40 тысяч баксов процентах или поддержать еще 50 тысяч африканских детей в год черт побери я даже могу тратить 10 тысяч долларов на роскошные еженедельные вечеринки следующие 50 лет на этом моменте должно быть очевидно что 100 миллионов долларов это наверное слишком много а теперь используя эти 100 миллионные монеты я хотел бы продемонстрировать сколько было отнято у налогоплательщиков и было отдано крупным банком в сша на их спасение от банкротства взгляните этот 700 миллиардный благотворительный ход конгресса правомерно взмутил многих и именно это послужило причиной невероятной популяризации новой политической партии либертарианцев которую на английском еще называют движением чаепития или ти партии может когда-нибудь слышали а пока партия либертарианцев отвлекалась на эти отнятые налоговые средства взгляните сколько долларов напечатал федеральный резерв в полном секрете от всех для спасения банков своих политических друзей знаете друзья И это, мои друзья, был секретный план для спасения неудачливых банков Америки, раскрытый первым в истории государственным аудитом Федерального резерва, проведенным после шума, поднятого конгрессменом Роном Полом. Решение Конгресса внушает ужас, но не нужно быть экономистом для того, чтобы понять, что украденные налоги – это лишь отвлечение внимания по сравнению с настоящим грабежом американцев, произошедшим в полном секрете в Федрезерве. 16 триллионов долларов, кстати, хватило бы на покрытие всех долгов каждой ипотеки, каждого кредита, каждого гражданина США, все потребительские кредиты. И после этого каждому еще досталось бы по 8 тысяч долларов сверху. Вместо этого эти деньги были украдены у народа и были переданы нескольким богатым политическим друзьям банкиров.